АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые друзья, я хочу в первую очередь поблагодарить вас за то, что в рабочее время, после работы, сегодня рабочий день, солидарь и выносливание посетить наше мероприятие. Сегодня, когда мы готовили это мероприятие, мы думали, куда идти, зачем идти и для чего идти. И я всегда говорю, мы идем к своим друзьям, к своим товарищам, к своим товарищам, к своим товарищам. Я хочу приветствовать вас всех здесь сидящих, греков, которые живут в Афине и в Греческой Республике. Я уверен, что в зале есть много жителей бывшего Советского Союза, которые переехали в Гречу по своему родину. Я очень рад, что мы сегодня приобретаем маленький праздник, показываем тех фильмов, которые были, наверное, невидимы, которые присутствуют в 70-летию великой победы, совместные победы. И я очень рад, что сегодня вы живете и радостью вас всех вокруг, показывает вам какие-то проблемы в Союзе, которые делаются 70 лет, после победы, генерального победы. Я два дня здесь находлюсь, а два дня смотрю греческое телевизор. И, к сожалению, я ни одну фразу не услышал с телевидения или по радио, что 27 апреля 1941 года фашистские войска оккупировали Афины. 6 апреля 1941 года фашистские войска оккупировали Афины. Войска, которые принесли много грехов. Крови много принесли. Самые большие потери в процентном отношении понесли греки. 10% от общего количества населения понесли греки в первые годы войны. И, конечно, мы показываем вот эти фильмы, сейчас которые мы видим, для того, чтобы это не повторилось. Чтобы мы помнили. Чтобы помнили наши дети. Чтобы помнили наши потомки. Что не получилось военной силой? Сейчас, к сожалению, некоторые страны, европейские страны, хотят сделать с Грецией в экономическом плане. Но я уверен, греки, это стойкий народ, сильный народ и опять здесь, в Европе. Я уверен, что это сильный народ, сильный народ, сильный народ и здесь, в Европе. Я часто езжу по территории бывшего Советского Союза. Я бываю в Прибалтии. Был в Чехии. В Польше. Я смотрю, что стало с нашей советской Прибалтией. Все производственные мощности убиты. Оли искусственные ремонстрации у них нет. То, что года не создавалось с Прибалтийским народом, все или уничтожено, или куплено, и для своего народа практически ничего не осталось. О Саепти за много авторта хрония, эти скорости с Балтики за Тулао, сегодня их катастрофы и их курицы, и не имеют никакого для Тулао. И я уверен, что с Грецией это не повторится. И я уверен, что с Грецией это не повторится. И я уверен, что с Грецией это не повторится. 31 января 1943 года, выступая по Московскому радио, сказал, «К сожалению, в силу своего возраста, наверное, я не успею поблагодарить греческий народ, который стоит в сопротивлении, который стоит в сопротивлении, сыграл решающую роль в победе над фашизмом». Многие ругают Сталина. Да, наверное, были допущены какие-то решения. И наверняка были допущены. Но он создал мощнейшее государство, Советский Союз. А ругают потому, чтобы не было опять создано такое мощное государство, как Советский Союз, в лице России. Но она появилась. Россия сейчас мощная, сильная. Кто смеет обидеть к Грецию, кто посмеет обидеть Сербию, кто посмеет обидеть весь фармаславный народ, кто посмеет обидеть весь фармаславный народ. Я уважаю все конфессии, все религии. Многие евреи, посредине, ажи мусульманской страны, прекрасная религия. Но чем отличаются воины, православные воины, от всех остальных воинов. Православные воины победят, никогда не разрушат, ни одного синагога, ни одного кирка, ни одного мусульманского джамина. Вот в этом наше отличие, православие. Посмотрите, что с нами хотят сделать. Активизируется погоня за православными людьми. Практически осталось в Европе три государства, которые верны православию, которые верны христианству. Три школы в Европе έχουν параллельно впечатление на христианство. Это Сербия, Греция и Россия. Практически. 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 Спасибо, Николай Викторовичу, за такое эмоциональное выступление. Спасибо, Николай Викторовичу, за такое эмоциональное выступление. А сейчас я хочу обратить на сцену директора Российского центра науки и культуры в Греции Петра Сергеевича Губликова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ЖИЗНЬ Субтитры создавал DimaTorzok